Как встречают президентов в Таджикистане? В мечетях Таджикистана устанавливают рамки металлоискателей, костяк таджикской экономики, Помощник президента Рахмона заявил о необходимости государственной пропаганды на уровне СМИ. Накануне визита Рахмона в один из районов на юге Таджикистана местные власти заставляют жителей района готовиться к приезду президента особым образом. Как сообщило информационное агентство Азодагон, администрация района обязывает всех госслужащих и сельских жителей выходить на общественные работы, хотя у них начались сезонные работы на полях. Источник агентства также отмечает, что помимо взрослых к мероприятиям привлечены также и школьники. Абсолютно каждый день детей забирают из школы и репетируют парад. Школьникам бывает даже угрожают завалить на экзаменах. Всех заставляет ежедневно готовиться к параду. Учебы практически нет в школах района и прилегающих селах. Все заняты подготовкой к приезду Эмамали Рахмона. Что примечательно, на словах все довольны данными акциями. Однако люди боятся, что их допросят в спецслужбах, поскольку в районе очень много их осведомителей. Чуть ли не каждый второй житель, сказал источник. Таджикские власти начали установку рамок металлоискателей в мечетях страны. Ранее представитель Исламского Центра Таджикистана Махмуд Сангалиев сообщил, что до 3 сентября текущего года во всех мечетях страны будут установлены рамки металлоискателей. По словам представителя Исламского Центра, мотивом установок рамок металлоискателей является предотвращение различного рода угроз для посетителей мечети. Следует заметить, что за последние несколько лет в стране совершенно не наблюдается каких-либо террористических актов, и регион остается стабильным и безопасным в этом плане. И, следовательно, истинным мотивом данного решения является навязывание обществу мыслей о якобы существующей в стране террористической угрозе, под предлогом которой режим Рахмана преследует каждого, кто несет в общество ислам в той или иной его форме. Денежные переводы трудовых мигрантов являются одним из основных источников в экономике и в сокращении уровня бедности в Таджикистане. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Ниаматулло Хикматулло Зада. Также министр отметил уязвимость таджикской экономики к внешним факторам. Основными источниками роста были государственные капитальные вложения и денежные переводы от трудовых мигрантов. Такой характер экономического роста обусловил уязвимость экономики к внешним факторам, отметил Хикматулло Зада 23 сентября 2016 года в Душанбе на презентации стратегии партнерства Таджикистана с Азиатским банком развития на 2016-2020 годы. Кроме того, министр сообщил о продолжающемся сокращении денежных переводов трудовых мигрантов. «В текущем году денежные переводы в республику продолжают сокращаться», – заявил министр. Следует добавить, что до недавнего времени хоть какую-то прежнюю стабильность в экономике страны проправительственные эксперты и чиновники относили к личным заслугам президента Рахмона. Однако теперь министр экономического развития и торговли признал, что вся прежняя относительная стабильность была обеспечена простыми трудовыми мигрантами, посылавшими деньги в Таджикистан и за рубежа. Для предотвращения народного недовольства существует необходимость государственной пропаганды через СМИ. Об этом заявил помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Шухрат Буриев. По словам помощника президента, террористы в условиях глобализации используют СМИ для подрыва стабильности. Страны, которые не могут противостоять информационной войне, сталкиваются с нестабильностью. Буриев также указал на роль СМИ. «СМИ должны в этих случаях отстаивать национальные интересы и безопасность страны. Без участия СМИ стабильность в стране невозможна», – заявил он 22 сентября 2016 года в Душанбе на конференции «Медиа в цифровой среде. вызовы и возможности». Также, по его словам, распространение любой информации о событиях в стране в СМИ, которая не соответствует правительственным взглядам, следует расценивать как информационную войну против Таджикистана, а распространителей подобной информации следует считать террористами. «Медиа в цифровой среде» и «Медиа в цифровой среде». Продолжение следует...